не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем что-то и не что он шанти 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 ом покой приветствую вас приветствую вас от всего сердца хорошо снова быть вместе с вами в четверг в этот прекрасный вечер многие из вас пришли сюда потому что вы думаете будто я что-то знаю и вы хотите кусок этого что-то которое я знаю вы верите в то что это что-то возможно сделает вас самореализованными но на самом деле я знаю не что тогда получается что вы пришли ко мне потому что вы хотите кусок этого не что вы думаете что если вы знаете не что то вы станете самореализованными но на самом деле вы должны знать что-то чтобы знать не что именно об этом мы будем говорить сегодня чем вы должны быть чтобы стать ничем что вы должны знать чтобы быть ничем быть ничем это неправильное определение потому что вы превращаете ничто во что-то если вы пытаетесь быть ничем то вы пытаетесь быть чем-то не так ли потому что ничто это что-то которым вы пытаетесь стать следовательно вы никогда не должны стремиться быть ничем и вы никогда не должны стремиться быть чем-то потому что это и другое это ошибочные понятия ни одно из них на самом деле не существует таким образом вопрос таков если что-то не существует и не что тоже не существует то хорошо что же тогда существует и ответом является тишина абсолютная тишина ибо человеческий ум человеческое мышление человеческие мысли никогда не смогут понять что представляет из себя безмолвие вы пытаетесь передать это словами и вы это портите нет таких слов которые могут передать безмолвие ибо когда вы погружаетесь в истинные безмолвие то выходите за пределы что-то и ничто тем не менее каждый кто вышел за пределы ничто и что-то испытал переживание этого истинного безмолвия казалось что для того чтобы пребывать в безмолвии ему пришлось впервые стать чем-то и ничем есть кое-что что вам следует знать первое ничто не таково каким оно кажется вы должны чувствовать это в глубине вашего сердца ничто во всей этой вселенной не таково каким оно кажется так что не не обманывайтесь видимостью независимо от того что представляет собой эта видимость не позволяйте ей воздействовать на вас заставляя чувствовать себя как леда вы должны смотреть на видимость так будто вы смотрите на мираж и это правильно с научной точки зрения ибо видимость рано или поздно все равно изменится следовательно когда вы чувствуете что-то на основании своих переживаний это является объектом изменений вы не будете таким же снова вот почему средний человек продолжает подниматься вверх и вниз подобное его его он реагирует на обстоятельства затем обстоятельства изменяются и он реагирует иначе на те же самые обстоятельства затем они эти обстоятельства изменяются и он снова реагирует на них он продолжает снова и снова реагировать на то что видит как обстоятельства второе не говорите что мир это мая потому что если вы говорите что мир есть мая то это ваша концепция и это не двойственная концепция но тем не менее эта концепция ибо вы считаете что мир это мая в действительности мая не существует нет никакой мая поэтому все что кажется появляющимся из мая также не должно существовать вы следите за моей мыслью о чем бы вы не думали что она не существует эта концепция эта концепция становится объектом чем-то за что можно держаться выходите говоря все это мая все это мая вселенная не существует но тогда для вас мая существует и вы делаете большую ошибку потому что вы думаете вот мая существует что такое мая иллюзия кому приходит иллюзия к тому кто считает что мая эта концепция что мая эта вещь верования иными словами все то во что вы верили до этого момента ошибочно и оно должно быть отброшено то же самое касается и слов абсолютная реальность чистое осознавание брахман сад чита нанда эти вещи становятся для вас убежищем они удерживают вас от вашей полной реализации потому что вы держитесь за веру в то что есть абсолютная реальность есть сад чита нанда есть нирвана откуда вы взялись эти вещи кроме как из вашего собственного ума именно вы дали имена этим вещам мы дали имена чему-то что мы не понимаем мы называем этой реальностью что есть реальность что то что никогда не меняется а то что никогда не меняется становится концепцией и вы держитесь за нее стоит ли удивляться что так мало людей самореализованы стоит ли удивляться что только определенные люди освобождены очень немногие люди освобождены потому что мы просто обменялись словами мы говорим что все происходит из сознания все происходит из абсолютной реальности мы просто обмениваемся словами просто обмениваемся терминами нет никакой абсолютной реальности нет никакой сад чита нанда нет никакого брахмана именно мы создали эти термины и держась за них мы чувствуем себя надежно и безопасности иногда мы говорим со мной бог затем мы говорим со мной сознание я это абсолютная реальность единственное что мы сделали это изменили название вот и все что мы сделали третье вы это даже не безмолвие насколько вообще вы можете выразить значение слова безмолвие и это не она вы должны добраться до места где вам абсолютно не за что держаться не на что опереться даже слова будды о том что нужно принять прибежище в боди принять прибежище в санхи принять прибежище в восьмеричном пути это снова ошибка я не говорю что будда сделал ошибку я говорю что причина по которой он сказал это заключается в том что он говорил с невежественными людьми которые должны были держаться за что-то но буду понимал что держаться не за что никогда не было ничего такого за что нужно было бы держаться даже когда вам сказали что вы есть полная свобода слова свобода становится для вас концепцией и это будет ошибкой до тех пор пока вы можете опираться на него пока вы можете держаться за него и чувствовать при этом себя хорошо это опять же является причиной по которой так мало людей самореализованно вы держитесь за что-то вы привязаны к чему-то это может быть учением человеком и сатсангом или санхой до тех пор пока вы привязаны к чему-то вы никогда не сможете стать свободны поэтому вопрос таков что мне делать вы делаете то же что вы делаете сейчас но вы не думаете об этом это вы не пытаетесь проанализировать это вы не думаете что это учение гораздо выше чем любое другое учение это важный момент не пытайтесь найти какое-то новое глубокое учение которое даст вам новые слова новые методы новые нормы или новые правила вы просто делаете то же самое что вы делаете сейчас но вы не думаете об этом вы не пытаетесь проанализировать это вы не думаете что это учение гораздо выше чем любое другое учение вы оставляете себя в покое когда вы научитесь оставлять себя в покое оставлять в покое свое тело и свою тогда вы прибыли на место не спрашивайте куда я прибыл чему я прибыл это портит все дело вот что я пытаюсь объяснить вам не рассматривайте то что я говорю не старайтесь анализировать это не старайтесь разделить это на части пытаясь сделать что-то из этого пытаясь укрыться в нем просто мульти будьте не тем не этим если бы вы только смогли сделать то что я вам говорю то сразу бы почувствовали внутри себя огромное счастье огромное блаженство вы бы почувствовали как огромная радость в йод ключом внутри вас это счастье это блаженство это сама ваша природа она не имеет ничего общего со словами местами или вещами это именно то что вы есть когда вы отпускаете все за что вы держались некоторые из нас создали себе так много привычек держаться за что-то что мы уже не знаем за что мы держимся вы можете держаться за убеждение которое настолько интегрировано ваше мышление ваши мысли ваше тело его ваш ум что вы даже не знаете что вы держитесь за него вы можете держаться за какие-то убеждения которые за долгие годы настолько плотно внедрились вас что вы их даже не осознаете так как же можно справиться с этим как вы справляетесь с этим вы просто остаетесь такими какие вы есть вы остаетесь в точности такими как есть вот почему когда вы встречаете освобожденного человека он кажется точно таким же как и вы его нечего избавляться на самом деле нечего отбрасывать помните что если вы пытаетесь избавиться от чего-то когда вы пытаетесь бросить что-то то внутри себя вы верите что есть нечто от чего вы должны отказаться вы понимаете о чем я говорю вы видите в то что есть что-то от чего вы должны избавиться и это сдерживает вас никогда не было ничего от чего бы вам нужно было избавляться никогда не было ничего что служило бы препятствием вашей свободе я полагаю что вы можете чувствовать это чувствовать то о чем я говорю только тогда когда вы живете одним моментом когда вы научились быть спонтанными но через жить в данный момент всегда помните эту истину если вы стараетесь изменить себя если вы стараетесь практиковать садхану если вы стараетесь избавиться от какого-то чувства или эмоций то вы в действительности говорите себе следующее есть что-то что препятствует моей духовной жизни я должен избавиться от этого откуда взялось это что-то от которого вы должны избавиться истина в том что этого никогда никогда не было никогда не было ничего чтобы подавляла вас чтобы причиняла вам боль чтобы заставляла вас думать будто вы не просветлены будто вы недостаточно хорошей нужно начать с того что для вас ничего подобного никогда не существовало следовательно почему вы должны избавляться от чего-то что не существует почему вы должны тратить годы работая над собой и пытаясь избавиться от того чего не существует тратить годы стараясь улучшить себя если нечего лучше есть только то это не существует и так где же мы мы нигде мы абсолютно нигде и это именно то место где мы должны быть нигде и ничего не зная это полная пустота помните что все ваши убеждения все ваши концепции все ваши идеи все ваши догмы все ваши религиозное обучение происходит из ложного воображения вы выобразили себе карму вы поместили себя сюда на относительный земной план и тогда вы должны избавляться от вашей кармы и вы проводите много лет работая над собой чтобы избавиться от кармы которые вообще никогда не было оглянитесь на всю вашу жизнь посмотрите на все те вещи в которые вы играли все эти годы на все те вещи от которых вы пытались избавиться вспомните как вы пытались чего-то достичь как пытались избавиться от вредных привычек и то и другое ошибочно нет никакой реализации нет никакого освобождения и нет никакого рабства нет никакого ложного воображения таким образом у вас ничего нет и тогда я говорю что нет ничего так где же вы где вы именно там где вы должны быть здесь ничего не делая разве это не замечательно знать что вы находитесь в нужном месте никогда не было времени когда вы были в неправильном месте то что вы находитесь здесь означает что вы нигде вы не здесь не там вы не вверху не внизу вы не спереди не сзади вот что я сделал я вырвал все ваши костыли все за что вы держались все к чему прислонялись теперь вы абсолютно свободны но еще раз нет никого чтобы становиться свободными таким образом вы возвращаетесь к тому же самому вопросу что вы такое ловите себя если вы хотите ответить на этот вопрос вы не можете сказать что вы есть что-то и вы не можете сказать что вы есть ничто разве вы не видите к чему это идет одно только знание этого должно сделать вас спокойными более спокойными чем вы когда-либо чувствовали себя все эти годы вы должны начать чувствовать себя счастливыми без всякой на то причины полностью счастливыми если вы думаете об этом и понимаете что вы это не что-то и вы это не ничто то после этого больше нечего сказать больше нечего делать больше нечего достигать вы совершенно свободны и больше нечем думать дело в том что когда вам не нужно ни за что держаться когда вы понимаете что вы не что-то и что вы не то должно быть полное безмолвие вам больше нечего сказать себе мысли останавливается вы должны заметить что это происходит прямо сейчас мысли останавливаются просто сами по себе потому что не осталось никого чтобы о чем-то думать тот кто думает был полностью уничтожен если нет того кто думает то как могут быть какие-то мысли разве это не прекрасно вы понимаете о чем я говорю вы вышли за пределы всего вы вышли за пределы всего того что появляется и всего того что не появляется он вышли за пределы всего того что думает и всего того что не думает сейчас вы полностью абсолютно всем сердцем свободны не стесняйтесь задавайте любые вопросы вообще-то это не вопрос но я скажу откровенно роберт ваших словах не было никакого ложного воображения была определенная степень свободы вот и все разве не замечательно знать что внутри вас есть покой и гармония что внутри вас есть блаженство и что мир не имеет с ним ничего общего мир может стать всем чем ему угодно он может измениться он может не измениться в мире может идти дождь может идти снег в мире может быть землетрясение но это никак не может повлиять на вас это никогда не может повлиять на ваш внутренний покой на то счастье которое у вас есть вы чувствуете все это и это хорошо вы единственный это замечательно когда вы начинаете чувствовать что для того чтобы обрести счастье вам никуда не нужно ехать вы не должны встречать определенных людей или находиться в определенном месте счастье любовь покой и блаженство находится именно там где находитесь вы прямо сейчас вы есть то разве это не замечательно понимать что вам ничего не нужно менять в себе ибо с самого начала никогда не было ничего неправильно если вы хотите выразить свои чувства то не стесняйтесь это делать и не стесняйтесь не делать этого вот почему все мудрецы пытались объяснить что достижение реальности это самая простая вещь в мире и вам абсолютно ничего не нужно делать чтобы достичь ее просто будьте собой а ну роберт все это только звучит просто на самом же деле для таких людей как мы которые являются всего лишь самими собой это совсем не просто кто это такие люди как мы кто-то вроде меня я могу сказать что я это что-то я могу сказать что я это не что но в действительности у меня нет такого переживания и как я могу получить это переживание без многочасовых песнопений вы знаете кажется что это не дается так легко мы говорим о привычках которые были у вас в течение многих лет которые заключались в том что вы должны были часами практиковать песнопение и это не так кто говорит что вы должны делать это но разве мы не можем просто петь вы знаете я имею ввиду что меня учили что практикуя песнопение песнопение это весело но она не имеет ничего общего с реализацией но мы пребываем форме как же мы можем перейти к отсутствию форма ничего не делая если вы что-то делаете то вы просто меняете одну ситуацию на другую ничего не делая вы тоже меняете одну ситуацию на другую но если вы просто есть и вы понимаете что это не то не то не это не верхний низ а просто пребываете самими собой то вы остаетесь в безмолвии в котором нечего сказать и нечего делать вы просто есть и вы есть ваши истинные я которым вы были всегда говорят так мы просто напоминаем себе нет вы вообще не напоминаете себе потому что если вы напоминаете себе то тогда есть напоминание и есть истинные я то что вы делаете это просто смотрите на ситуацию вы только наблюдаете ситуацию вы тянете все обратно к источнику в котором это было вы только напоминаете себе и помните о безмолвии без слов и без мыслей оставаться в тишине очень трудно это потому что вы привыкли думать будто что-то существует и нужно поломать эту привычку чтобы поломать эту привычку вы просто пребываете в покое вы не истинная вы не не истинная если вы способны ясно это видеть то вы просто становитесь тем чем вы были всегда когда я так говорю с вами то вполне может случиться так что сказанное мною слово может вызвать вас огромное изменение возможно тема и слова которые вы слышите станут причиной огромных изменений у вас что-то затронет какую-то внутреннюю струну и все растает и исчезнет но не усложняйте себе это веря мыслим о том что вы должны сделать какие-то вещи произнести какие-то молитвы или исполнить какие-то песнопения полностью отбросьте подобные мысли и просто будьте просто будьте собой вы не то и не это если вы не что-то о котором вы можете говорить которые вы можете представить то ваш ум становится спокоен а когда ваш ум становится спокоен тогда вы уже дома так что научитесь наблюдать то вашу часть которая говорит вам что вы должны что-то делать что это трудно наблюдайте и внутри вас если вы не реагируете на нее то она уйдет и вы будете свободны вы уже свободны роберт спокойный ум свидетель тут все-таки есть еще шаги да если мы пришли на место если мы в пространстве в тихом пространстве все еще есть ожидание все еще есть ощущение покоя в притихшем уме это все еще я до тех пор пока вы считаете что все еще есть я до тех пор все еще есть я почему вы хотите верить что все еще есть я ни во что не верьте просто будьте собой не думайте о шагах которые вы должны пройти забудьте обо всех этих вещах вам не нужен мотив вам не нужен костыль чтобы за него держаться вам не нужно учение будьте полностью пусты совершенно бесконечно за пределами всех понятий за пределами всего пространства за пределами всех мыслей за пределами всего что делается источник чем бы ни был источник вы есть то дует ветер это не хорошо не плохо для некоторых людей это хорошо для некоторых людей это плохо но ветер сам по себе не хорош неплох это просто ветер вот чем мы должны стать мы просто есть мы не то не это не забывайте любить себя поклоняться себе молиться себе преклониться перед собой ибо бог живет вас как вы да благословит вас бог ом шанти покой и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране и и и и и и и Продолжение следует...